Подайте копеечку Злой, худой, голодный Он приходил на паперь только в воскресный день Что делал все остальное время, неизвестно Коллеги его побаивались и сторонились Долго думали, что он немой Пока однажды он не сказал несколько ругательств Захарке Простоквашкину И не замахнулся на него костылем Захарке, конечно, по делу, страшно он присталучий Из бывших банкиров Когда-то был могучий, богат, как крес Потом разорился вчистую, попал в дурдом Пока лечился, родственники растащили последние крови Захарка корчил из себя блаженного И, выпучив глаза, возвещал бабкам О видениях архангела Михаила Он, не позволяю Захарке двух слов произнести Обложил шестиэтажно и грозно приподнял костыль Изверг, казали бабки По повадкам сразу видно Матерно выражается на породе храма Батюшке надо пожаловаться Костыль самодельный, стучковатый, всегда был при нем Хотя ходил он ровно, не спотыкаясь и не хромая Приходил он обычный передобедник Садился в средней ступени, ближе к правому краю Квал костыль рядом и молча протягивал ладонь Когда кто-нибудь поднимался в церковь Глаза его смотрели при этом странно Одновременно и вверх, и прямо Сквозь человека Словно вместо души пустота Если ему клали краюху хлеба Он равнодушно благодарил и медленно кусочек за кусочком съедал его На среденье возле церкви остановился большой черный джип-мерседес Из машины вышли баклан И телка в три раза моложе лицом Красивым и тупым, как могильная плита Телка повязала платочек и пошла в церковь А баклан застыл напротив него От баклана несло вчерашним перегаром Он привычно молча протянул раскрутую ладонь А попросить Сказал баклан Как-то мы у вас положены Подайте копеечку, благодетель Век благодарным буду Что, гордый? Ломай По роже вижу, что из благорода Не попросишь? Хрем тебе будет, а не копеечка